В таком формате главы правительств стран-участниц ШОС встречаются в 15-й раз. Это встреча своего рода детальная проработка планов, поставленных президентами в июне в Ташкенте. Но если тогда главы государств в свое заседание больше посвятили вопросам безопасности региона, то задача глав правительств – рассмотрение программы экономического взаимодействия. Об этом в своем выступлении сказал и премьер-министр нашей страны Сорумбай Джеймбеков. Мы считаем, что в настоящее время нам необходим комплекс и план экономического сотрудничества, включающий в себя проекты развития инфраструктуры, промышленности, торговли и сферы услуг. В целях содействия общему развитию нашей организации мы готовы продолжить работу по углублению культурно-гуманитарного сотрудничества путем всемирного укрепления, совершенствования механизмов практического взаимодействия в области культуры, образования, здравоохранения, охрана окружающей среды и туризма. Всего в повестке дня значились более десятка документов, такие как бюджет организации на 2017 год, а также перечень мероприятий на 2017 и 2021 годы, концепция научно-технического партнерства и многие другие. По мнению казахстанского премьера, в современных условиях нестабильности государством ШОС необходимы конкретные проекты. Особое внимание глава правительства соседнего государства уделил вопросам транспортной инфраструктуры и продовольственной безопасности. Актуальным также становится вопрос обеспечения продовольственной безопасности как в рамках ШОС, так и в мире в целом. Подписание программы сотрудничества государств ШОС по продовольственной безопасности стало бы реальным шагом продвижения многостороннего взаимодействия на пространстве организации. Большие надежды возлагаем на концепцию научно-технического партнерства ШОС и планы мероприятия по реализации межправительственного соглашения о научно-техническом сотрудничестве на период 2016-2020 годы. На усилении вопросов безопасности остановился китайский председатель госсовета. Ли Кэцянь отметил, что КНР готовы совместно со странами региона усилить работу по обеспечению стабильности в странах ШОС. От безопасности зависит экономический рост государств. Мы открыты к сотрудничеству и готовы обсудить создание зоны свободной торговли. Это поможет снять торговые барьеры. Они препятствуют развитию стран и мировой экономики. Мы готовы взаимодействовать по линии малого и среднего бизнеса. Это придаст новый импульс отношениям между странами. Мы не должны закрывать двери. Это принесет вред другим и нам самим. Поэтому мы вступаем на создание единого пояса шелкового пути. Мы также считаем необходимым укрепление сотрудничества в области таможенных вопросов. Дмитрий Медведев отметил, что Шанхайская организация сотрудничества благодаря объединению политической воли смогла отработать многие важные вопросы. Есть, конечно, еще задачи, которые предстоит решить. Но самое главное, что в вопросе реализации этих программ позиции стран-участниц совпадают. На саммите в Ташкенте была утверждена программа по развитию сотрудничества в области туризма. Фактически готова к подписанию соглашения об учреждении университета Шанхайской организации. Мы также всячески его приветствуем. Ну и еще один вопрос, который здесь уже также поднимался. Совсем скоро в семью Шанхайской организации вольются Индия и Пакистан. Прием новых государств не просто расширит географические границы нашей организации, которые и так огромны, но и, конечно, обогатит организации в политическом и в экономическом плане. Наша общая задача заключается в поднятии на более высокий уровень интересов государств-участниц. Мировой кризис будет еще долго ощущаться бюджетами государств. В этой связи, считая таджикский премьер, министерствам и ведомствам стран необходимо как можно скорее решить финансовые вопросы запланированных проектов. Таджикистан поддерживает продолжение дальнейшей работы по созданию банка и фонда развития ШОС. Важной платформой экономического, финансово и инвестиционного сотрудничества в рамках организации является Межбанковское объединение и деловой совет ШОС. Для дальнейшего углубления сотрудничества в рамках Межбанковского объединения ШОС считаем необходимым принятие в ближайшее время стратегии дальнейшего развития Межбанковского объединения ШОС на среднесрочную перспективу. Вице-премьер Узбекистана Рустам Азимов обратил внимание собравшихся на то, что новое руководство страны приложит все усилия для сотрудничества в рамках объединения. Официальный Ташкент выступает за дальнейшее укрепление торговых взаимоотношений. Сегодня уже предпринимаются конкретные шаги со всеми странами организации на двусторонних площадках. Мы выступаем за дальнейшее развитие торгово-экономических связей, расширение взаимных поставок промышленной продукции, востребованной на рынках наших стран, формирование благоприятных условий для стимулирования взаимной торговли, а также реализацию других мероприятий в этой сфере. В настоящее время Узбекистан совместно с нашими партнерами, Китайской Народной Республикой, Российской Федерацией и нашими ближайшими соседями, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном уже предпринимаются конкретные шаги по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поиску новых возможностей и нахождению взаимоприемлемых и взаимовыгодных решений по этим вопросам. По итогам заседания были приняты 12 документов. Как отметил генсек ШОС Рашид Алимов, все предложения, внесенные главами правительств, будут включены в совместные проекты для дальнейшей реализации. Игорь Потанин, Самадал Атакунов, НТС.